Приветствую всех на моем канале меня зовут Владимир и мы продолжаем проходить dead space так нам петлять куда-то вниз туда морг там наверняка куча этих тварей тут нас тоже немножко потрепали посмотрим зачем было ломать исследовательский журнал старший офицер по науке доктор кейн запись меня очень тревожит то что происходит в колонии уверен это как-то связано с найденным обелиском но как именно не установлено почти у 40 процентов колонистов замечены признаки психического расстройства наиболее явные симптомы острая депрессия бессонница галлюцинации в случае насилия и убийств указывают на растущую паранойю доктор мерсер предложил доставить нескольких больных на борт для обследования к тому же психиатр колонии доктор признался что не может объяснить происходящее и зашел в тупик мне не нравится идея привлечь доктора мерсера но сейчас необходим его опыт нам нужно решение проблемы и как можно скорее ясно зря ты выбег на меня и понял патрончики спасибо тебе спасибо тебе огромное внизу нет сохранений так на всякий случай нужно быть готовым а тут будет месиво месиво Конечно, морг этих тварей. Так, на всякий случай, вдруг он станет. Летающая тварь? Охренеть. Че это такое? Охренеть. Сдох, не помню. Контроль лей. Книда. А, это капитан? Медицинский журнал. Доктор Домус, патологоанатом. Отчет о смертельных случаях на борту корабля. Объект Капитан Матиус. Это моя скорбная обязанность сообщить всем о том, что капитан... Кто там говорит? Не перебивайте меня. Бенджамин Матиус мертв. Сообщение о событиях, приведших к его смерти крайне запутанное. Капитан Матиус. Поэтому мне приходится оперировать лишь данными вскрытия. Объект находился в прекрасной физической форме для своего возраста. Хотя анализ крови обнаружил низкое содержание лейкоцитов при беспрецедентно высоком уровне эозинофильных лейкоцитов. Данные его предполетного обследования не содержат никаких указаний на то, что капитан был чем-то болен. Хотя даже при нынешних показателях, аномалии крови не стали бы причиной смерти. Множественные ушибы на руках и предплечьях свидетельствуют о том, что объект перед смертью оказывал активное сопротивление. Кровопотеки на грудной клетке заставляют предположить, что объект перед смертью был связан. Причины смерти удары длинным тонким предметом в лозное яблоко. С дальнейшим повреждением лобной доли мозга, что вызвало серьезную нейротравму с последующим летальным исходом. Чтобы нанести подобную травму потребуется значительное усилие, а вероятность несчастного случая с подобными результатами крайне мала. Ну конечно. На основании всего вышесказанного я выношу предварительный вердикт насильственная смерть. Кто именно был ее причиной находится уже вне моей компетенции. Да. Не спорю. Это уже не в вашей компетенции. Это говно. Надо сгребать мне. Коды получил, все подходит. Слава Богу. Я попытаюсь просмотреть записи капитана, а ты пока отправляйся к транспортной станции. Свяжемся уже там. Нужно разобраться, что случилось с этим кораблем. Все, узел, это классно. Это классно. Так, нам сюда же, да? А нет, куда это нам? Нам туда. Так, куда это нам? Нам подняться наверх, пройти вот так. Ага, хорошо. Там наверняка куча врагов будет всяких. Мы постараемся поубивать. Поехали наверх. А тут я был. Да. Ага. 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 Противники уже посерьезнее выбегают. Кто кинул предмет? Так, это нам выйти сюда, в точку сохранения. Так, хватит уже бросаться там. Блин, скотина напугала меня. Одна из этих тварей пробралась в каюту капитана. Я сумел загнать её в повреждённую спасательную капсулу. Так, ввожу коды доступа. Нашёл борт-журнал. Что бы это ни было, всё началось ещё на планете, которую они расковыряли. Дрянь расползлась повсюду. Айзек, это не инфекция, это инопланетная форма жизни. Да, у нас проблемы. Двигатели корабля не работают, орбита сужается. Это херово. Немедленно отправляйся в машинное отделение. Я пока останусь здесь. Найду в чём загвоздка. Это очень херово. Здесь никто оттуда не вылезет. Так, сохранимся. Это немножко стрёмно как-то. Так, нам надо тут вылезет. Куда это нам надо? Оттуда в магазин. Не буду я идти уже к верстаку. Ещё найду по дороге. Стремно, просто идти туда. Лазерная винтовка. Защитный костюм в втором уровне. А если я схожу... Знаете куда? Если я схожу... Вот туда. Вот сюда, правее. Вот там где я первый раз пошёл. Вот вот сюда. Я хочу открыть при помощи силового узла, который у меня есть. Но сомневаюсь, что тут ещё кто-то есть. Да, да, да. Блин. Извиняюсь, тут херня одна происходит. Сейчас я прерву запись и там устраню её. Так, всё. То появляется там типа обновление и выкидывает меня из земли. Опять эти твари маленькие. Так, я хочу сюда попасть. И открыть вот эту комнату. Там внизу вы что-то нашли, да? Да. Кое-что нашли. Значит, тексты истинны. Всё это время... Я бы не сказал. То, что я видел, трудно назвать божественным. Мы должны принять это. Мы первые свидетели. Маттиус никому не позволит... Не хватало ещё и таких психопатов. Из-за таких свобачей и происходят такие проблемы. К чёрту Маттиуса? Ему лучше, чем кому-либо ещё известно, что это важнее всего. Важнее операции или даже кампании. Думай, что говоришь. Угу. Придурок. Только бесполезные и невероятные. Надо бы сам иди и умри там. Но я верю. А ты, Теренс, веришь? Вот кто. Причина, видно. Всех бед. Вот большая аптечка. Чё тут? Это стазис? О, стазис это хорошо. Сохраняемся. Видно, докторишка. Выпустил этих тварей. Каким-то образом. На корабле. Так, чё там у нас? Новый предмет. Да? Какой-то типа есть. Так. А, нет. З... Золотой полупроводник, ценная электродеталь. Какая-то деталь может быть продана за кредиты магазина. Ну, хорошо. Продадим. Да. Да. Так. И купим защитный костюм второго уровня. Можно было огниматься, но лучше возьмем защитный костюм. Потом лазерную винтовку надо будет взять. Да. Костюмчик. Так. Главное, чтобы костюмчик сидел. Вот. Что называется? Подгонка. Подразмерчик. Так. Ооо. Уже пластины нацепили нам. Неплохо так. На морду пластины нацепили. Это хорошо. Так. И что я хотел купить? Малую аптечку куплю, наверное. На всякий случай. Да. Пусть будет. Отлично. Теперь у нас костюмчик хороший. Броня пять процентов. Защитный костюм второго уровня. Это хорошо. Сохранимся еще раз. Сохранения никогда не бывает много. И пошли назад. Никого нет лишнего. Например, каких-то зайцев. Так. Глава вторая интенсивная терапия завершена. Ну конечно же сохранить. Глава три. Орбитальная коррекция. Приехали. Блин. Скотина. Опять меня напугал. Топливо не поступает к двигателям. Второе. Вышла из строя гравитационная центрифуга. Это значит, что несколько триллионов том камня тянут нас вниз. Ты должен запустить центрифугу. Возобновить подачу топлива и включить ускорители, чтобы я стабилизировал орбиту. Так. Хорошо. Так. Ну переться придется довольно таки далеко. Как я вижу. По карте. Тут есть. Вон аж точка сохранения. Магазин там аж. И верстак есть. Ну. Ладно. Тут пожалуй я и завершу. Продолжу уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Конечно серия такая небольшая получилась. Ну ничего. Следующая будет думаю длиннее. Можете оставлять свои лайки. Если вам понравилось данное видео. Если вам не лень их оставлять. И если вы знаете как их оставлять. Потому как многие не знают. Нажимают. Пишет. Нет. Нужно зарегистрироваться. Также можете оставлять свои комментарии. Можете подписываться на мой канал. Можете не подписываться на мой канал. Так что выбор у вас большой довольно таки. Ну. Встретимся в следующей серии. Пока. Письма. Скорпион flew сейчас. Можете не найти свои истории.